Добрый день, уважаемые интернет-пользователи! Мы начинаем нашу онлайн-конференцию. Завтра Беларусь присоединится к празднованию Всемирного дня без автомобилей. Этот день приурочен к тому, чтобы мотивировать людей на один день хотя бы отказаться от личного транспорта в пользу самого экологического велосипеда или пеших прогулок. На худой конец самые ленивые граждане могут воспользоваться общественным транспортом, который будет бесплатен для автолюбителей завтра, в этот день. Насыщенная программа будет в Минске, будет по стране в целом. Сегодня поговорим о столичных мероприятиях с гостями нашей онлайн-конференции. Я рада вам представить председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергея Масляка. Сергей Михайлович, здравствуйте! А также директора общественного объединения «Минское велосипедное общество» Анастасию Янчевского. Анастасия, здравствуйте! В течение ближайшего часа я, Екатерина Забавская, буду задавать вопросы, которые адресовали вы нашим гостям на сайте tvr.by. Ну что ж, давайте начнем. Сергей из Минска спрашивает первого вопроса. Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, в какое время и где будет проходить торжественное открытие мероприятия? Какие основные пункты программы? Значит, торжественное мероприятие приуроченное к Дню без автомобиля, а День без автомобиля является своевразным итогом предшествующей этому дню Европейской недели мобильности. Все эти мероприятия традиционно у нас уже проходят на перекрытском участке улицы Ленина. Будет перекрыто движение для автомобилей на участке улицы Ленина от проспекта Независимости до улицы Кирова. Со скольки до скольки будет перекрыто? Перекрыто движение будет с 6 утра до 24.00. А уже основные мероприятия у нас начало в 16.00. Торжественное открытие в 18.00. И далее уже закончится все это наше мероприятие в 21.00 массовым велопробегом светящихся велосипедов. Мы что-то более подробнее расскажем. Да. Ну, специально официальную часть мероприятия на более поздний срок относили, чтобы после работы большее количество людей успело приехать и поучаствовать в них. Хорошо, спасибо большое. Филипп спрашивает. В день без автомобиля ожидаются велопробеги. Во сколько и где будет организован старт? Какие маршруты запланированы в программе? Надо ли регистрироваться? У нас запланирован один главный основной велопробег. Где-то в районе 20.30 мы приглашаем уже тех, кто не смог приехать, присоединиться ко всей программе, приехать просто на улицу Ленина. Нас обязательно найдете, увидите. Будет проходить конкурс светящихся велосипедов, подходить к этой толпе. И совместно мы построимся ближе уже к Макдональдсу на улице Ленина. И в 21.00 мы стартуем. Пробег у нас проходит до библиотеки. Он проходит достаточно в энергичном и приятном темпе. У нас свободная первая полоса. Сколько километров получается надо поехать в бюджет? Достаточно. Для всех это достаточно. И это очень приятная небольшая машина. Но я еще хочу дополнить, что даже люди неподготовленные, для меня интересуются они, в принципе, свободно, без напряжения преодолеют этот маршрут. Особо удовольствие от этого маршрута, потому что по проезжей части нету бордюров, не надо останавливаться, спешиваться, прыгать. И поэтому он проходит налегке абсолютно для всех людей с разным уровнем подготовки. Одно условие, это обязательно, так как это уже ночь, темно, это должен быть фонарик и задний свет. Иначе будем не допускать. Это единственное условие, потому что это условие безопасности всех участников дорожного движения. Помимо этого, насколько я знаю, могут проходить его пробеги в течение дня в других районах города. Да, дополню, да, если нужно, Анастасию. Значит, Комитетом природных ресурсов в преддверии вот этого события был разработан план мероприятий, который был согласован и утвержден и установлен на порядке председателя Менгерисполкома. В соответствии с этим планом в каждом административном районе пройдет велопробег. Но уже определяться, в каком месте и во сколько это будет самостоятельная администрация, я думаю, что на сайте любой администрации или, значит, уточнив по телефону, можно эту информацию узнать. Ну, я тут думаю, что, наверное, у каждого еще завтра случится индивидуальная велопрогулка или велопробег. Утром, потому что это день без автомобиля, утром мы хотим поощрить всех велосипедистов, которые едут на работу, выбрали велосипед, это фруктами, либо приятными какими-то подарками, батончиками. Где ловить? Где ловить поощрителей? Ну, конечно же, можно и просто поехать без поощрения, но чтобы получить сладкий приз, нужно проехаться по проспекту Независимости, у нас будет возле Ботанического сада одна точка, возле Стелла, где пересечения проспекта Машерова и... Проспекта Победителей. Победителей Машерова, да. И на проспекте Пушкина в районе 85-го дома, там есть остановка, тоже увидите. Точки у нас будут яркие, заметные, ребята стоят в красивых ярких жилетках, а в этом году мы добавим еще и приятное эстетическое удовольствие для всех наших участников, там будут стоять красивые в осеннем духе столы с фруктами, поэтому надеемся, что вы приедете хотя бы, чтобы посмотреть на это. Пофоткаться. Конечно, пофоткаться. Я уточню еще такой момент. Смотрите, велопробег начинается официально в 20.30 вечером, а днем куда с велосипедами можно влиться? Вся программа начинается с 4 часов развлекательная на улице Ленина, там будет много различных площадок для участников с велосипедами, для тех, кто придет без велосипеда, можно будет затестировать электростав. Это совершенно различные электрические, мобильные вещи. И помимо маленьких, которых мы все видели, как моноциклы, электросамокаты, должен даже быть электроавтомобиль, будет демонстрационное их выступление, и можно даже там пустят внутрь покататься и попробовать. Помимо этого множество мастер-классов для деток, для взрослых, будет проходить выставка, можно посмотреть, как наши медийные персоны ездят на велосипеде. У нас как раз стартанул недавно проект по городскому стилю для велосипедистов. Будет детская программа развлекательные выступления. Так что в 4 часа... Анастасия, перебив, все расскажет, и будет неинтересно приходить на нашу... Ну, я рассказываю, конечно, интересно, но прийти нужно обязательно. Ну, я опять повторюсь, да, это уже как бы становится делом чести даже для городского комитета проведение Европейской недели мобильности, особенно для безавтомобиля. И мы постарались в этом году, в прошлом году, как уже писали средства массовой информации, но удалось все-таки нам сделать совместно праздник на высоком европейском уровне. Это вот отмечалось и на Тутбай, и в онлайнере. Очень хорошо, хорошие были отзывы минчан и тех, кто посетил наше мероприятие в этом году. Мы придумали еще более крутые фишки, более интересные направления, как вот Анастасия сказала, да. Пошли навстречу нам и Объединенный институт машиностроения нам в Беларуси, под руководством которого был разработан на базе белорусского автомобиля «Джили» SC7, если не ошибаюсь, электромобиль. Причем он был сделан полностью из белорусских деталей, за исключение только составляя сама батарея, которая была приобретена в Санкт-Петербурге. И да, вот этот автомобиль будет, я считаю, это серьезный очень шаг вперед в развитии электротранспорта и будет, кроме электроавтомобиля, будет и то, о чем уже говорила Анастасия, да, чтобы не повторяться. Ну, чтобы это все лучше один, как говорят, лучше один раз увидеть, чем сложно слышать. Я две фишки добавлю, которые мне еще нравятся, о том, что комитет Сергей Михайлович конкретно предложили в этом году будет, это будет контактный зоопарк. Это все там, на том же это все. Анастасия сейчас, я говорю, все сейчас расскажет, и потом люди... Ну вот, чтобы они знали точно, что надо прийти посмотреть на милых домашних животных, которые как раз-то предназначены для того, чтобы с ними общались люди. Это козочки, а не те животные, которых страдают от общения с большим количеством людей. Это можно будет, буду перебивать, потому что много тоже информации есть. Хочется, хочется ее, да. Можно будет прийти, потрогать, мы впервые вот в этом году, хотя нас уже объединяют долгие отношения, такие дружеские с минскими зоопарками, но в этом году мы придумали такую фишку, да, чтобы именно на улице города дети, которые, возможно, не хватает где-то времени, или там... У которых не было деревни. В этом районе еще где-то, да. Скажем. Могут прийти, потрогать, погладить козу, покормить ее. Там зоопарк предусмотрит, значит, питание для животных, которое можно им будет там дать и покормить, и угостить животное. Так, и вторая фишечка? Это театр Инжест. Ребята в прошлом году строили совершенно нереальное, даже сюрреалистичное шоу на улице Ленина. Это, по-моему, добавило особого вкуса. И помимо того, что это было развлекательное мероприятие, это было мероприятие, связанное с искусством, театром, когда там актеры переодеты, шли на больших ходулях по всей улице Ленина, подходили к дороге с машиной, взаимодействовали со зрителями. В этом году они придумали новое специальное шоу. Я думаю, что если бы кто-то не совсем со здоровой головой проснулся и посмотрел в окно, наверное, было бы не очень-то... Да, тем более они ходили на очень высоком уровне. Был удивлен. Ну, просто все фоторепортажи, люди были... Это был шок и для нас. Для меня это было неожиданно, притом крайне приятно, что на таком уровне городской праздник может взаимодействовать уже и с представителями нашего искусства. Здорово, здорово. В этом году мы тоже приглашаем НЖС. Да. Рассказывать ничего не будем. Но будет такой очень крутой перформанс, да, немного... Ну, будет, короче, круто. Приходите лучше посмотреть, чем, да, рассказать. В общем, в 4 часа мы отправную точку на... Для деток. А к 6 уже точно все... Для взрослых. Совершенно верно. Спасибо большое. Мы идем дальше. Юля из Молодечна спрашивает. Каждый год тема недели мобильности меняется. Какова она в этом году и что стало определяющим в выборе тематики? Это по вашей части, Сергей Михайлович. Да, ежегодно тема европейской недели мобильности меняется, в связи с чем ежегодно существует необходимость подписания хартия, присоединения... Каждый год подписывается. Да, к европейской неделе мобильности мы этот шаг сделали в 2016 году, когда в преддверии Дня без автомобиля, по-моему, 9 сентября, председателем Мингрессполкома торжественной обстановке при участии Санака Самара-Синха была подписана хартия присоединения города Минска к европейской неделе мобильности. Серьезная работа была проведена. В этом году уже, возможно, менее торжественная, но все равно эта хартия была подписана, то есть Минск и дальше заявляет свои серьезные намерения в этом направлении, и эта работа будет продолжаться и дальше. В этом году девиз европейской недели мобильности – это объединяться ради будущего. Я думаю, что вот эти три слова, их, наверное, не надо даже пояснять, все предельно понятно. Чтобы что-то сделать, чтобы что-то сдвинуть, чтобы сделать планету чище, нам всем надо объединиться и идти к одной намеченной цели. Только совместными усилиями мы можем тогда что-то сдвинуть. А касаясь вопроса транспорта, знаю, что очень эта тема популярна именно в формате байкшеринга. То есть, например, если мы не можем отказаться от автомобиля, то можно разделить свою поездку с кем-нибудь, пригласить своего друга. Взять попутчика, условно говоря. Да, есть мобильные приложения, которыми можно воспользоваться для того, чтобы по всему городу подобрать попутчиков. Есть специально такие как-то системы, структуры, помогающие найти себе компаньонов, с которыми вы купите одну машину на нескольких людей и будете ей пользоваться. Автомобиль это очень замечательно, комфортно, и мы не призываем от него отказываться вообще. Чтобы вы понимали, да? Что это не проблема. Автомобиль должен присутствовать в жизни человека, но просто в наиболее экологичном его составляющем. Там, где это уместно. Потому что еще, Анастасия, извиняюсь, перебью. Ведь на самом деле основной источник загрязнения окружающей среды это автомобиль, это мобильный источник. И ошибочно мнение того, что основной источник это промышленное предприятие. Промышленное производство. Притом это то, что делаем мы сами люди. Как-то мы привыкли считать, что экология, это раздельно собирать мусор. А по правде, мы всем этим дышим. И это нужно отказываться от машины или сокращать ее использование не для того, чтобы кому-то вдруг стало лучше, а для того, чтобы всего лишь мы самому себе. Я вот еще цифры такие приведу, чтобы жители города, кто нас смотрит, задумались. Значит, один автомобиль в среднем в день выбрасывают 3,85 килограмм вредных веществ в окружающую среду. Значит, ежегодно в год в среднем автомобиль выбрасывает от 1200 до 1400 тонн. Умножаем это все на количество автомобилей, которые в 2016 году было зарегистрировано 800 тысяч автомобилей. Получаем для себя цифру и понимаем. И задумываемся над ним. Куда мы идем, да. Но я хочу сказать, что технологии тоже на месте не стоят. И с учетом того, что очень серьезные... С учетом того, что очень... Разработки ведутся? Не разработки. Очень серьезное внимание со стороны государства уделяется электротранспорту, глава государства. В последнее время вы все смотрите телевидение очень серьезно относится к этому вопросу, именно развитию электротранспорта. Кроме того, принято и сейчас находится на согласовании проект программы по развитию электротранспорта на территории Республики Беларусь. И по моменту 2025 году уже будет реализовано значительное количество сети электрозаправочных станций. Это здорово, да. Ну и получается, что общественный транспорт это у нас экологичный, поэтому вы ездите общественным транспортом, вам будет становиться комфортнее. Здесь мне всегда хочется сказать, оплачивайте его, потому что большое количество зайцев у нас есть. И люди считают, что и не нужно платить, ну почему же им? Ну один раз оплатил штраф, и этим хватит. Ну вот к оплате еще, да? Возможно, наверное, будет такой вопрос, но в преддверии сразу, наверное, отвечу, что решением сессии Минского городского совета депутатов, которая в очередной раз поддержала Минский городской комитет, который был инициатором принятия этого решения. И завтра, 22 сентября, автолюбителям, автовладельцам будет предоставлено право бесплатного проезда в наземном, подземном городском транспорте при условии предъявления ими водительского удостоверения и технического транспорта на транспортное средство. Это тоже как бы стимул для того, чтобы, а почему и нет. Ну, здесь вопрос не столько в деньгах и в стоимости, да, сколько вот в желании, что мне предоставляется это право, я могу его реализовать. А сколько автомобилистов в прошлом году воспользовались? 8,5 тысяч. Очень, ну я ожидала меньше, с учетом того, что в прошлом году погода была, скажем так, не ахти, не ахти. Завтра, кстати, обещают хорошую погоду в Минске, в Минске, дай бог. Ну, то есть в этом году мы рассчитываем, что эта цифра увеличится. Да, несомненно. Спасибо большое. Анна из Бреста спрашивает. Каждый год с приходом весны обостряется конфликт велосипедист-пешеход. Не раз доходило до рукоприкладства и даже судов. Анастасия, как по-вашему, почему не могут ужиться обе этих страны? Ведь в Европе это уже пройденный этап. Да, в Европе пройденный этап за счет того, что создана инфраструктура, разделяющая очень наглядно два потока пассажиров, пешеходов, велосипедистов и автомобилистов. Они не пересекаются на одной территории. На данный момент уже и городская администрация прекрасно понимает, что решение движения совместно по тротуарам, оно не является оптимальным. При том увеличение, тем более, велоспроса, который у нас есть. И сейчас ищутся и разрабатываются решения, каким образом найти место велосипедистам. Где-то за счет проезжей части, где-то за счет тротуара, но, например, если бы не нарисовали просто полосу... С какой-то оградой? Оградой не всегда лучший вариант. Это клумба. Это не ограда. А, зеленая. Просто то, что визуально дает вам понятие, что это два разных пространства. Ну и, конечно, лучший вариант – это различные покрытия, когда дорожка делается из асфальта, а пешеходы ходят по тротуару. У нас начинают в Беларуси появляться такие решения. Вот недавно Брест порадовал тем, что у них появилось наконец-то за счет проезжей части участок дороги. Здесь, конечно, расстраивает, что пока что автомобилисты паркуются на той территории, которую предназначены велосипедисты. Здесь можно сказать, что автомобилисты паркуются и на территории, предназначенной для пешеходов. Есть еще у нас такие нюансы отсутствия культуры. Пока что у нас нет несозданной инфраструктуры, конфликты будут появляться. И нельзя это назвать только нюансами менталитетности нашей такой. Нет. Когда сюда приезжают иностранцы, они тоже удивляются, не понимают, а как же себя надо вести, как же объехать, если вот здесь окончилась велополоса. А вот здесь вот велопереезд есть, а здесь его вроде бы нет. Ну, то есть имею ли я право сюда ехать или нет? Да, очень много сложных на данный момент нюансов, но работа ведется очень интенсивно. И сейчас разрабатывается велосипедно-национальная концепция о том, как же все привести к должному виду, как же найти решение. Ведется дополнительная работа по разработке стандартов строительных. Все будет двигаться, все улучшаться, но пока мы находимся в этих условиях, могу только просить. Пожалуйста, помните, что рядом с вами есть живые люди, что вне зависимости от того, на велосипеде вы, на автомобиле или пешеходе. На своих двоих. Да, просто помните, что рядом есть люди и будьте взаимовежливы. Сергей Михайлович, есть что добавить вам по этому вопросу? Ну, кроме того, что поддержу Анастасию в том плане, что, во-первых, наверное, должно быть чувство взаимоважения. И тот же велосипедист, если видит, что идут пешеходы по полосе его движения, ну, должен их как-то предупредить, а не наезжать, как бы бывали некие случаи. Опять же, пешеходы должны наши научиться все-таки ходить по той полосе, которая выделена специально для них, и не мешать велосипедисту. А то, что очень многое делается, опять же, и берем Минск, руководство Мингородсполкома, различные мероприятия по развитию сетей, по развитию велодвижения. Ну, они делают, разрабатываются, они... Ну, и велодорожки наши хорошие, я сама ими пользуюсь. Последний пример – это открытие участка велодорожки в Ленинском районе. Да, это очень хорошо, что там появился еще дополнительный участок. Конечно, у нас, как у пользователей, есть пару замечаний, и я уверена, что со временем устраняйте неточности, которые возникли в строительных моментах. Но, тем не менее, хорошо, что появляются. Но, с другой стороны, рекреционные дорожки – это место, где вам сказали, идите туда, катайтесь. Велосипед – это транспорт. На нем надо ездить от работы домой, а не только там, где удобно. То есть, ну, как бы не вниз, вы имеете в виду не столько, как прогулочный транспорт, да, когда у меня есть время, я могу наслаждаться красотами, которые вот по велодорожкам, они действительно очень красивые, невероятно. Но именно для того, чтобы из пункта А доехать в пункт В, здесь именно инфраструктуру проезжей части. Да, рекомендованные маршруты. Возможно, говорить о совмещении, о понижении скоростного режима на некоторых дворовых улицах, либо проездах, и совмещении с велосипедным движением. Но сейчас идет об этом очень много разговоров. Пилотный проект будет реализован следующей весной, я уже надеюсь. Вот, поэтому наш Минск очень интенсивно изменяется, и это радует. Я очень горжусь и всегда рассказываю уже в других странах, особенно постсоветских, какими темпами развивается Беларусь. На самом деле, мне лично кажется, что проблема, вот когда пешеходы ходят по велодорожкам, на самой известной части велодорожки, этой уже проблемы нет. Потому что люди понимают, что если они только выйдут, им сразу либо спереди, либо сзади к ним будет ехать велосипедист. И я даже, когда мне надо перейти эту велодорожку, я, как добровопорядочный гражданин, сначала налево посмотрю, потом направо посмотрю, убежу, что точно там в пределах видимости никого нет. Я ее перехожу, потому что, ну, велики шансы, там же на скорости такой едут люди, и тебя могут реально сбить. Или подвести до ближайшего. Совершенно верно, да. То есть, ну, с увеличением транспорта, с увеличением интенсивности движения, такая проблема, возможно, отчасти еще сама собой отпадет, потому что люди будут понимать, что там опасно. Как бы это не место для прогулок. Только здесь остается велосипедисту все-таки просить. Помнить, что вы транспортное средство. И ведите себя как транспортное средство. Выбирайте оптимальную траекторию движения. Будьте предсказуемы на дороге. Едьте там, где, по правде, у вас велополоса, а не где широко. Здесь очень много нюансов, пока мы научимся вести себя нормально. Спасибо, спасибо большое. Денис спрашивает. Насколько изменяется количество участников акции «День без авто» с каждым годом? Можете поделиться цифрами? Оно растет. Растет в геометрической прогрессии. Вот так, да. Или даже интенсивнее. Насколько я знаю, у нас по городам-участникам очень значительно увеличилось в этом году. Мне кажется, 31 участник. Уже 44 города присоединились в Беларуси к этой акции. В 2016 году это было 2019, а 2015, по-моему, 4 или 3. Да, и это не просто присоединились, чтобы подписали документы. Это значит, что в течение недели они готовы поднимать вопросы устойчивого развития, говорить про транспорт, предпринимать какие-то меры. И в Минске это показательно, что не просто мы устраиваем праздник, это всего лишь финальное праздничное приятное завершение. Происходит очень много инфраструктурных изменений. Например, велопарковки у метро, перехватывающие. Это очень здорово. Хорошо. То, что касается велопарковок, мы своими мероприятиями по проведению Европейской недели мобильности также предусматриваем постановку задач перед администрациями районов города о необходимости устройства велопарковок. Постоянно сегодня порядка где-то 100 уже есть. Я вот один момент, извините, вас перебью. Просто Сергей из Минска задал этот вопрос. Я его озвучу, чтобы мы понимали, в чем здесь суть. Добрый день, на сайте Минского велосипедного общества есть статья, где активно призывают добираться до общественного транспорта на велосипеде. До общественного транспорта. Но велопарковок возле метро всего три, как пишет Сергей. Какие меры принимаются городскими властями для того, чтобы дать возможность добраться на работу на общественном транспорте? Вот эта возможность, она стала реальной. Ведь человек не бросит, где попало свой велосипед, да и пассажиропоток тогда увеличится в разы. Вот теперь мы говорим про велопарковки возле метро. Что сейчас вообще есть у нас на сегодня? Перехватывающие велопарковки – это очень важная тема, которую мы не раз поднимали. И как раз благодаря Комитету природных ресурсов в прошлом году и в этом году эти мероприятия были включены в план и реализованы. Да, парковок пока что совсем мало, я могу здесь согласиться, но тем не менее они пока что не всегда заполнены. Люди зачастую не предполагают, что можно оставить у метро. Конечно, говоря про международный опыт, велопарковки у метро перехватывающие, они обычно более безопасны, оборудование накрыто и есть видеонаблюдение. Пока что возле метро люди боятся оставлять велосипеды. Но личный опыт говорит, что при наличии хорошего замка, а хороший замок – это не тросик, это юлок, он металлический, его просто так нельзя перекусить, и ваш велосипед будет в безопасности, можно воспользоваться. И я знаю, что город будет продолжать устанавливать. Плюс сейчас появились очень интересные решения, они пока что пилотные, но думаю, что будут продолжать. Это платные велостоянки, крытые, под наблюдением уже, они стоят там же, где и автомобильные стоянки, это очень удобно. Тогда уже за буквально копейки вы сможете оставить свой велосипед. И вы будете точно как-то со спокойным сердцем за вашими колесными другими. Но пока они, вот есть вот заводской район, я знаю, видел эту велостоянку, это на территории автомобильной стоянки. Выделяется сектор. Выделяется сектор, она крытая, можно оставить там свой велосипед и не думать, куда мне его деть в зимний период. То, что касается, о чем говорит Анастасия, это устройство именно аналогичных велопарковок, велостоянок, крытых, возле станции метро. Ну да, это вот такая тема интересная, но мы не знаем пока, насколько она будет востребована. То есть, в принципе, и можно заниматься. Да, я считаю, что когда создадут надлежащие условия, то тут же люди потянутся. Потому что сейчас очень часто оставляешь велосипед во дворах, привязываешь где-нибудь, где ты считаешь сам так-то. Вроде как. Вроде как безопасно, да. Потому что неприятно привязывать их к поручни у метро и на целый день в таком случае точно не оставишь. Лично мне не хватает очень парковок возле метро в центре города. Мой маршрут достаточно простой, он в пределах 10 километров. И подъезжая к площади Победы Якуба Колоса, я часто езжу в разные концы города, уже на метро. И это замечательно. Весь транспорт должен взаимодействовать и дополнять друг друга. Мы не пытаемся пересадить их только на велосипеды. То есть, ну, вы, пожалуйста, едьте, комбинируйте. Да, комбинируйте. И, например, опять европейский и английский опыт. Это когда из пригорода доезжают на машине до города, до окраины города. И дальше пересаживаются, оставляя машины на общественный транспорт. Насколько я знаю, у нас нету перехватывающих автомобильных парковок. Есть, есть, есть. Я знаю, что вы выполняли еще пару лет назад эти функции парковки гипермаркетов, на что они жаловались. А если есть автомобильные, то замечательно и хорошо, что это развивается тема. Кроме того, мы вот еще продолжение темы. Вопрос по устройству парковок возле выходов из метро. Да, он есть, надо им заниматься. Мы это будем делать в ближайшей перспективе. А то, что касается вот самих велопарковок, вот с Анастасией мы обсуждали на неделе, что, наверное, в следующем году мы к празднику без автомобиля сделаем, наверное, конкурс на лучшую реактивную велопарковку. И представим их уже на улице Ленина на обсуждение велосипедистов. Чтобы люди могли голосовать и... Что лучше, что интереснее, что удобнее, а потом уже возможно реализовывать это на улице города. Это очень приятные проекты. Всегда интересно, как люди проявляются на фантазию, предлагают решения. Очень часто, конечно, решения бывают только красивые и совершенно нефункциональные. Как бы половина устанавливаемых, да не половина, я думаю, процентов 70 устанавливаемых в парковом городе, они невозможны, да, они неудобны. Это вот эти маленькие дуги, которые только для колеса, либо срезанные углы. Вот, к сожалению, любимый магазин Евроопт, он ставит треугольные парковки. Это антиреклама. Тут мы им писали письма, наверное, они не дошли. Напишем еще раз о том, что если вы заботитесь о своих клиентах, то тогда нужно ставить правильные, высокие, образные. И мы и рассылали предложения. Хорошо. Ну, то есть здесь надо гнуть свою линию для того, чтобы комфорт сочетался с функциональностью. Притом, комфорт не только у велосипедистов. Велосипед уже стал неотъемлемой частью жизни всех людей. И значит, велосипеды будут привязывать к поручням. У банков, у магазинов, у каких-то мест. Ну, где угодно, да. И это мешает людям. И ты это делаешь, я всегда, когда привязываю, я страдаю. От безысходности. От безысходности. Если я уведу его там еще на метров 200-300, то тогда теряется смысл мне ездить на велосипеде. Но не хочешь причинять беспокойство другим. И поэтому любое учреждение, которое беспокоит удобством своей массы клиентов, а это всегда люди, которые пришли пешком, ну, в здание мы заходим пешком, не на машине. У них должны быть свободные поручни, конечно же, еще доступная среда, как в виде пандуса и рядышком велопарков. Вот это идеальное, да, получается, вы сейчас описали. Это нормальное. А идеальное, это, например, еще можно предложить велосипедисту воду, как и пешеходу. Например, для работодателей это душ. Ну, вообще-то, дальше уже пойдут идеальные предложения. Спасибо, спасибо большое. Наталья из Минска спрашивает у вас, Анастасия, чем конкретно занимается ваша организация и каких результатов удалось достичь на сегодня? Наша организация существует уже 6 лет. И хоть начиналась она как волонтерский проект, сейчас мы уже работаем много. Мы стали надежными партнерами для нашего города в вопросах экспертной поддержки в развитии велосипедной инфраструктуры. Конкретно мы занимаемся продвижением велосипеда как именно транспорта. И велосипеды, например, как средство для туризма. Как прекрасная возможность отдохнуть на велосипеде, в принципе, во всей Беларуси. Мы помогаем создавать инфраструктуру, продвигаем законопроекты, которые защищают велосипедистов, а в том числе и пешеходов, и автомобилистов, налаживая между ними коммуникации. У нас очень много мероприятий проходят совместно с городом, с общественными организациями. Сейчас мы начинаем поддерживать регионы и налаживаем сеть взаимодействия между велосипедными инициативами по всей Беларуси. У нас очень богатый опыт именно эксперт на том, какая инфраструктура должна быть. Помимо этого, я думаю, все знают наши прекрасные велосипедные мероприятия, среди которых вот этот прекрасный день без автомобиля, который мы делаем совместно, и, например, велопарад. У нас много социальных проектов, которыми многие пользуются и пользовались. Это бесплатный велопрокат, который работал два года, Добрый Ровер. Можно было бесплатно взять велосипед, покататься по городу и оставить. Одно условие – это окутратно пользоваться велосипедом. Помимо этого, у нас есть бесплатная веломастерская, велогараж. Это где? Велогараж у нас расположен в самом центре города. Это площадь Победы, там, где костел во дворе спрятан, независимостей 44. И он по вечерам, там дежурят волонтеры, открыт. Можно приехать, воспользоваться помощью, либо получить совет. Посоветоваться, консультацию. Да, и инструмент, главное, есть весь, который необходим для ремонта. Можно смотреть расписание на сайте и уже приезжать к нам. У нас большое волонтерское движение. Все наши мероприятия участвуют не только мы, как инициаторы. У нас очень много, у нас замечательная и дружная компания. Это около 100-150 человек сейчас активно, которые либо там, либо иначе участвуют. Мы помогаем проводить велопробеги по Беларуси, советуем, сопровождаем. В общем-то, очень много всего. Можно еще долго перечислить. Заходите на сайт и присоединяйтесь к социальным сетям. Хорошо, спасибо большое. Значит, на вопрос Андрея, будет ли ограничено движение на некоторых улицах столицы, мы уже ответили. Единственное, повторимся, скольки ограничения будут на площади Ленина? С 6 утра на улице Ленина. С 6 утра до 24.00. Спасибо большое. Так, про поощрения мы тоже ответили. На какие поощрения в этом году могут рассчитывать автомобилисты в случае отказа автомобиля? Мы уже сказали, что будет бесплатный проезд на общественном транспорте при условиях, если они покажут техпаспорт и права. Может, еще что-то есть, пока этим ограничимся? Свежий воздух, которым они будут дышать сегодня, если откажутся от автомобиля все вместе. И порция здоровья. Вот, кстати, про свежий воздух. Сергей Михайлович, расскажите, пожалуйста, есть же наверняка у вас данные о том, насколько снижается колоническая нагрузка на нашу атмосферу, когда мы отказываемся хотя бы на один день от автомобиля использования? По данным проведения мероприятия «День без автомобиля» в 2016 году, в соответствии с проведенными замерами, есть информация, что именно в этот день удалось снизить выбросы в окружающую среду вредных веществ. Значит, 2015 год это было 100 тонн, только по городу Минску, 2016 год это было 170 тонн, и в этом году мы где-то планируем 250-300 тонн будет снижения. Здорово. Ну, ради чего нам стоит всем, скажем так, своим комфортом в какой-то степени поступиться для того, чтобы получить порцию здоровья, как вы сказали? И дать природе продохнуть. Так, про интересные выставки и конкурсы мы тоже рассказали, Анастасия здесь была на высоте. Так, идем? Я могу, я могу еще что-то сказать. Просто есть проект, который мы только-только неделю запустили в рамках Европейской недели мобильности, это «Мистбайкстайл». Мы хотим привлечь внимание к тому, что на велосипеде не обязательно ездить в спортивном костюме. Многие не берутся ездить на велосипеде, потому что считают, что это спорт, это неудобно, а это надо какие-то специальные условия. И опять не хочется говорить про Европу, но там просто так. Ты выходишь, садишься на велосипед в своей повседневной одежде, едешь, оставляешь велосипед спокойный и пошел дальше. Ты об этом не думаешь. Ты можешь забыть про велосипед на несколько дней, ты можешь ехать в костюме наряженный. Это абсолютно естественно, там на это не обращают внимания. И у нас это тоже возможно. За последние три года наблюдается большое количество велосипедистов, особенно мне нравятся прекрасные девушки, которые ездят в платье на городских велосипедах. По дороге на работу я регулярно встречаю пару джентльменов в костюмах, которые едут с чемоданчиками такими в этой корзинке. Это очень красиво. Однозначно, что человек не совершает больших перемещений по городу, он не потеет, он не устает, он только заряжается хорошей энергией и настроением. И вот чтобы поддержать все это, мы запустили хэштег MissBakeStile, делаем публикации в интернете и будет выставка. А нас первыми решили поддержать наши некоторые медийные персоны, ведущие, радиоведущие. Вот Сергей Михайлович стал участником нашей модели. Вы были в костюме? Да, вот были в костюме и на велосипеде, и поездили, и попробовали как это. Конечно, не всем это привычно, но пока что давайте просто немножко расширять. Помощь этому будет электровелосипед. Да, конечно. Электровелосипед тоже займет свое место. А передохнуть чуть-чуть, потом покрутить. И у нас будет выставка как раз об этом. А выставка когда будет? В выставке 22-го на нашем празднике будут работы, где можно будет посмотреть на наших друзей, которые из медийных персон нас поддержали, почитать их мысли об этом поводе. Может кто-нибудь из них заглянет к нам в гости. Ну, по крайней мере, вот Сергея Михайловича можно будет сновить. Это уже точно. И он расскажет все, что он думает о велосипеде. Хорошо, спасибо большое. Дмитрий спрашивает. Скажите, может в течение данной недели будут организованы точки продажи велосипедов со скидкой? Это было бы замечательно. Думаю, число велосипедистов значительно возросло. Я бы точно пополнила ряды любителей данного вида транспорта. Это замечательное, конечно, предложение. А я, главное, могу подсказать, что все гениальные идеи, которые людям приходят в голову, они могут быть реализованы ими самими. Просто напишите предложение в магазин, что вот, проходит Европейская неделя мобильности, может вы дадите скидки, люди придут же. Приурочится. То есть давайте просто проявлять свои идеи креативно, а не просто сами. Хотя бы чтобы дали бесплатно, да. Вообще скидок очень много сейчас. Так. Есть пару наших партнеров, не буду называть их, потому что это реклама. Но тем не менее, зайдите на наш сайт, посмотрите партнеров нашей организации, они предоставляют очень большие скидки, местами до 50%. А, по 22 числа одна мастерская будет проводить техосмотр совершенно бесплатно. Она находится в районе станции метро Пушкина, также в социальных сетях есть информация. Поэтому приходите и присоединяйтесь. Ну и наш постоянный партнер наших мероприятий в течение этого года, который предоставляет как раз подарки и велосипеды даже на велопарад, и на разные конкурсы, велогалереи, магазин. Они будут бесплатно помогать, починить и присмотреть за велосипедом у нас на празднике. Для меня это особенно актуально, потому что мне все время с этой цепью, я не могу нормально научиться переключать передачи. Я как в машине хочу там со второй на четвертую, условно говоря. Там надо П постепенно, у меня эта цепь бедная моя. Ну вот поэтому я так внимание уделяю. Еще вот такой момент. Вероника спрашивает у Анастасии. Может это прозвучит странно? Ну хотя, я думаю, что Сергей Михайлович тоже может прокомментировать. Может это прозвучит странно, но мне 25, а я до сих пор так и не научилась ездить на велосипеде. Я слышала от своих друзей, что в Минске есть велошкола, где бесплатно учат кататься на велике. Расскажите, пожалуйста, подробно, куда нужно для этого обратиться. Если так, какие документы нужны и сколько занятий посетить? Справка о здоровье. Ну справка о здоровье вообще должна быть у каждого человека. Мы должны беспокоиться о своем здоровье. Да, у нас велошкола очень интенсивно работает в этом году. Если раньше это было 1-2 дня в неделю, когда мы помогали людям научиться, взрослым ездить на велосипеде, то в этом году это 3 дня и у нас до сих пор работает. У нас на сайте есть информация и есть специальная группа, велошкола, Минск. Можно туда зайти, заполнить формочку и с вами свяжется наш администратор, волонтер и договориться, когда будет занятие. Традиционно мы проходили четверг-пятница в 6 часов в парке Янки-Купала, возле фонтана. Там очень мало пешеходов и мы никому не мешаем, учимся ездить. Обычно за занятия 4-5 все начинают уверенно ездить. По прямой? Нет, это же с поворотами. По прямой, я думаю, 2-3 занятий хватает. Но вообще эта вещь очень индивидуальная. И среди наших учеников, которых в этом году, я думаю, уже около сотни взрослых, притом крайне взрослых есть, мы выпустили недавно ученицу, которая была за 70. И она сказала, что у нее просто жизнь изменилась, когда она узнала, что есть велошкола, и можно научиться ездить на велосипеде. Она в этом даже внука привела к нам. И можно приходить и научиться. Да, предварительно звоните. Сейчас, несмотря, что идут дожди, осень, и такая погода у нас не всегда летная, мы проводим занятия в хорошие дни. Поэтому записывайтесь. Я сижу и вспоминаю, какие от двоих детей есть вообще-то когда-то. В детстве? В детстве были? Немного жестким способом. Можно рассказывать? Наверное, да, смотря на какие, насколько жестким способом. У меня вот сын мой, да, не сразу у него получилось, у него все время, значит, ножки с педали соскакивают. Пришлось вот скотчем примотать, и он сразу поедет. Серьезно? Да, потом отрываешь скотч, как бы все, ножки уже не соскакивают с педалькой. Я научился эффективно, это, как называется, лайфхак, да? Лайфхак. Ну, возможно, при внимательном родителе и доверии ребенка к родителю это все проходит очень успешно, и многие действительно так учатся с разными креативными методами родителей, учатся есть на велосипеде. А дочка как-то сама доехала. У нас методика порой работает с людьми, которые... Девушки смешно они немножко. Ну, они просто, они уже все, да, баланс соблюдается лучше. Второе, приходится работать с комплексами, которые остались у взрослых людей с детства от не очень приятного и травмирующего опыта, когда поехал, упал, споткнулся, врезался во что-то. Была девушка, которая говорит, купили велосипед, я села, сразу поехала, но тормозить не умею, ехала в забор, сказала, продавайте велосипед. Вот, и пришла к нам уже только, когда ей стало 25. И это совершенно нормально. То есть это, в принципе, такая ситуация, как у нашей героини. Да, надеюсь, она никуда не врезалась. Но порой нам приводит и детей, одно условие, мы не против обучать детей. Как правило, посторонний человек, инструктор гораздо спокойнее, чем родитель, вовлеченный эмоционально в обучение, делает это, учат. Только нужен велосипед, который подходит вашему ребенку. По возрасту, по росту. Спасибо, спасибо большое. Екатерина спрашивает. Живу возле здесь, вопрос получается, не совсем сейчас по теме велодвижения, больше по теме экологии. Живу возле Чижовского водохранилища. Территория хорошо облагорожена, прилегающая территория продуманная, аккуратная. Однако в этом году заметила, что часть водоема вблизи остановки общественного транспорта Чижовского водохранилища сильно затянула тиной. Никто чистку водохранилища так и не произвел. Скажите, кто должен производить мониторинг водоемов и куда можно обращаться по таким вопросам? Мониторинг мы проводим в водных объектах, расположенных на территории города Минска. Вообще в рамках национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь, контроль качества поверхностных вод в городе Минске. Он осуществляется на реке Свислочь, Лошадца, водохранилище Лошадца, Дрозды, Комсомольское озеро, Комсомольское водохранилище. Кроме того, что касается водохранилища Чижовского, мы вот с оппонентом соседи, потому что я живу тоже недалеко от Чижовского водохранилища, постоянно там гуляем. Однозначно ситуация по наведению порядка на прилегающей к водохранилищей территории, она значительно улучшилась. Улучшилась и в том числе после введения эксплуатации уже обновленного, после реконструкции парка 903, очень замечательное место. Значит, сделали прекрасную набережную. И в продолжение вот этой темы комитетом природных ресурсов были разработаны, и они сейчас находятся в стадии уже осуществления мероприятий по наведению порядка на прилегающие территории и благоустройств, а также приведению в належащее санитарное состояние. На начальном этапе мы внесли предложение в Комитет строительства и инвестиций, предложение по включению такого мероприятия, как очистки водной глади водохранилища в инвестиционную программу города. Вот сейчас мы находимся на стадии рассмотрения. То есть это не значит, что там можно будет купаться, но вместе с тем мы считаем, что прекрасная инвестиционная зона для отдыха населения, жителей района Заводского в частности. Спасибо большое. То, что касается непосредственной уже очистки, значит, есть специализированные организации, но думаю, что лучше всего обратиться в администрацию Заводского района. Ну, просто с предложением, обратите внимание, пожалуйста. Спасибо большое. Вот дошли мы, наконец, до электротранспорта. Антон из Минска задает вопрос. В нашей стране все большую популярность получает экологически чистый транспорт. Так, недавно презентовали первый белорусский электромобиль. Слышал, что и велосипед Аист будет с приставкой электро. Скажите, как скоро появятся в продаже отечественные электровелосипеды, если есть такая информация. И лично для вас электро, это больше плюс или минус? Сложный вопрос. Для меня. Философский. Для меня плюс. Ну, конечно. Учитывая, наверное, что Анастасия регулярно использует велосипед, а мне приходится нерегулярно использоваться. Время от времени. Но вместе с тем, если бы, а я, наверное, планирую такой велосипед приобрести в ближайшем будущем. Серьезно? Учитывая, что да, моё место жительства находится недалеко от работы, и в основном части я хожу пешком, это занимает где-то 25 минут, 20 минут, то, наверное, мне будет удобно проехать на электровелосипеде. В частности, если на работу едешь в каком-то хорошем пребывании, расположении духа, то с работы иногда можно ехать печально, и не всегда хочется крутить педальки. Хочется просто сесть, чтобы тебя везли. Да, и все срехом проехать. Я считаю, что для меня, допустим, это, наверное, оптимальный выбор. А с учетом того, что такой велосипед – это разработка, опять же, белорусов уже, и она должна появиться в продаже, наверное, где-то с весны 2018 года. А по вопросу, допустим, который касается стоимости, уже как он будет пользоваться популярностью, насколько будет востребовано, наверное, уже будет формироваться его стоимость. Я знаю, что очень много ребят сейчас самостоятельно создают электровелосипеды. Очень много интересных разработок было представлено на выставке Мотовелоэкспо. Кастомных велосипедов сделанных. Знаю, что наша мастерская Парк Род – это наши ребята, которые делают очень интересные, красивые велосипеды, победители международных конкурсов, они также разрабатывали какой-то свой проект. Так что будут появляться различные предложения, но у нас пока… Почему я сказала, что сложно? У нас электровелосипед, он точно так же в ПДД никаким образом не урегулирован. Где же поехать на машине, которая способна развить 30-40 км в час? Уже точно не возле пешеходов. Это будет опасно. Но и на дорогу не выпустишь. Потому что это же велосипед, и человек там… Наш автомобиль стоит выкли видеть кого-либо, кроме себя. И себе подобных. И сейчас, когда идут разговоры про внесение права в ПДД, мы точно так же подняли вопрос электровелосипедов, потому что за ними будущее. Тут знаю, что даже Европейская велосипедная федерация на данный момент, Евросоюзе проводится глобальный дебат о том, так куда же, когда, что считать электровелосипедом, какие мощности, какие технологии. Да, и какую скорость они могут развивать, и что там ограничивать, где. И поэтому вопрос будет решаться. А вот про весь остальной электротранспорт, в принципе, троллейбусы и трамваи у нас очень давно уже в Минске. И мы, к сожалению, забываем, что это один из самых экологичных видов транспорта. Да, автобусы не совсем. Наш появившийся электроавтобус – это прекрасное изобретение, но когда он начинает заменять другое прекрасное изобретение, как троллейбус, это не совсем логично и не совсем уместно. Автобусы заменять надо, надо сокращать количество выхлопов. Но хочется, чтобы и трамвай, и троллейбусы остались, и чтобы трамвай продолжал расширять свою сеть. И во всем мире об этом говорят в первую очередь, о том, насколько трамвай способен при грамотной своей построении, насколько он становится мягким и комфортным видом передвижения по городу. Мне очень, да, нравится трамвай. Я уточню, так вы, кстати, Анастасия, очень хороший момент подняли – кастомные велосипеды. Мы сейчас на улицах Минска, ну и там некоторых других регионов, можем видеть необычный велотранспорт, причем иногда он настолько концептуальный. И я видела одного в Минске, он вообще ехал чуть ли не лёжа. Да, я всё пытаюсь словить этого велосипедиста. Я могу сказать, где я его видела. Он реально практически лёжа в люльке какой-то такой, лежит и длинный этот сам велосипед, там вилка выложит. Вы можете, пользуясь случаем, пригласить его на наше мероприятие. Я надеюсь, что я как-нибудь наберу смелости и догоню его. Я приблизительно знаю его маршрут, я там пересекаюсь, когда еду на занятия с ним, но он просто едет так быстро и ему так удобно и комфортно. Он тогда лежит и себе... Да, очень много различных идей велосипедов. Велосипед может быть транспортом, а может быть средством самовыражения, и это прекрасно. Делаются велосипеды с высокими рулями, с низкими, есть определённые... Вот эти толстые шины, фэдбайки. Да, а что... Расскажите, пожалуйста, что это, для чего это, и неужели это удобно? Ну, фэдбайк, он прежде всего появился как транспорт для перемещения по снегу. Вот, и это даёт дополнительную поверхность, и спокойно зимой перемещается, и очень удобно. Ну, а дальше это уже всё... Пошло видоизменяться. Кому-то они очень нравятся, для кого-то это тяжеловато. В общем-то, как бы ни было, всегда можно найти тот велосипед, что будет отвечать вашим потребностям, свой, который будет доставлять вам удовольствие. Либо не относиться к этому так сложно, и, например, для меня велосипеде главное, чтобы легко было крутить педаль, и чтобы он ехал, и не ломался. И заодно, чтобы он был дешёвым, чтобы я его спокойно оставила, и не боялась, что его кто-нибудь заберёт. Спасибо большое. Так, Елена спрашивает. Недавно свою реализацию получил проект «Зелёная карта Беларуси». Очень полезный проект и весьма информативный сайт у него. Однако, возможностями интернет-пространства умеют пользоваться не все. То есть, информация о важных экологических объектах доступна не каждому. Подскажите, получить аналогичную информацию о пунктах сбора опасного мусора, организациях, занимающихся охраной окружающей среды, можно, например, в ЖКХ? То есть, где вот это какой-то... Это есть в свободном доступе в интернет. Занимает он, по-моему, там 56 листов в объёме. А, то есть, его можно скачать, вы имеете в виду об этом? И распечатать. Ну, то есть, в гугле мы набираем «Зелёная карта Беларуси» – «Скачать». Ну, и помимо этого, я знаю, что очень много социально-рекламных компаний направлены на то, чтобы информировать. И есть в магазинах информацию, я встречала, и билборды, и плакаты. Публикуется информация в газетах. Ну, а вообще, можно с другого ракурса повернуть вопрос о том, что, ну, если сейчас есть люди, которые не могут воспользоваться свободным интернетом, то надо повышать уровень грамотности людей. И это не важно, что это, например, старшее поколение, взрослые люди. Есть прекрасные программы, помогающие адаптированно подходить к обучению. И воспользоваться сейчас интернетом должен каждый человек, потому что нельзя исключать людей из того информационного пространства, в котором все мы живём. Если уже совсем никак, пусть приходят к нам в комитет, мы там... Мы распечатаем. Хорошо, спасибо большое. Илья спрашивает. Сегодня белорусы активно покупают горные велосипеды, которые стоят, скажем, недёшево. Анастасия, с чем вы это связываете? Какой смысл покупать горник и ездить только по асфальту на той же велодорожке? Какой велик у вас? К сожалению, смысл большой. Серьёзно? Да. Главные велосипеды у нас обусловлены ровно нашей инфраструктурой, потому что у него мягкая амортизация и по нашим вот этим бордюрам, а наше перемещение на данный момент это подъехал, вспрыгнул, поехал, вспрыгнул, поехал. Невозможно на городском велосипеде. Да, сейчас очень много за последние несколько лет адаптировали тротуары. Понижение с упортового камня. Но этого всё равно недостаточно. Когда едешь даже в Европе, где есть необходимость вдруг съехать по тротуар, там просто нету бордюра в принципе. Ты едешь и не обращаешь внимания, когда ты съехал с проезжей части на тротуар. Поэтому да, у нас горные велосипеды были не просто прихотью такой, как это, стильно, дорого, красиво. Тем более, что гор-то у нас не так уж и много. Это было потребностью именно езды по нашим бордюрам. Надеюсь, что сейчас с понижением бордюрного камня у нас стало гораздо больше городских велосипедов. И мы будем успокоизировать. Да, мы своими мероприятиями это предусматриваем. Если в 2016 году это было такое предложение, мы его немного подвели к дню без автомобиля и ставили задачу сделать понижение в 22 местах, 22 сентября, 22 понижения. То в этом году уже порядка 60 понижений эти выполнены, в том числе в местах, которые были рекомендованы Минским велосипедным обществом, где есть необходимость в этих понижениях. Да, и они как бы вот, еще у них есть пожелания в том плане, чтобы это понижение продолжить не только на улицах города, а и в парках, в скирах, потому что тоже такая проблема есть. И уже мы занимаемся и в следующем году будем стараться реализовать. Главное, чтобы еще и прекратили их строить. На данный момент только буквально несколько районов города всегда интенсивно включают велосипедную инфраструктуру при проектировании своих первых проектов. Как бы все с удовольствием, мы все доводим на экскурсию куда-нибудь на улицу Леонардо да Винчи. Потому что там прекрасные дорожки, там есть съезды, заезды, велогаражи. Таким город должен быть. Просто песня, да? Да. Потому что невозможно перекроить старый город и сделать. Понемножку, понемножку город старый будет меняться. Важно, чтобы новый строился уже, учитывая новые стадации. Приятно еще осознавать то, что очень много делается городом для создания именно пешеходных зон. В старом городе очень много делают. Допустим, если мы берем тусовочную нашу улицу Забицкую, то на улице Забицкой принято решение в субботу и воскресенье запрещать доступ туда транспорта, за исключением транспорта, который обслуживает там торговые объекты. Сейчас вот в Минской, Спадчиной ведутся работы по реконструкции улицы Революционной, интернациональной, да, которая в перспективе, она будет, да, будет возможность сделана в основном пешеходной и будет возможность заезда туда только обслуживающего транспорта и транспорта жителей, которые проживают в ближайших домах. Это очень радостно, что у нас стали появляться пешеходные улицы. И это не просто модный тренд и возможность людям ходить пешком где-то отдыхать. Это большое экономическое вложение. Там, где ходят люди, ездят велосипедисты, там люди больше покупают. Тратят деньги. Тратят деньги. Жилье стоят, стоит дороже. Да, да, да. Чаще воздух. Конечно. И все эти факторы складываются в то, что городу хорошо становится. Люди богатеют, значит, богатеет город. Спасибо большое. Я задам, наверное, финальный вопрос, успею. Анастасия, проводит ли Ваша организация какие-либо велопробеги, чтобы четко по маршруту, централизованно, продуманно, если да, как присоединиться к ним? Честно признаюсь, мы не так уж много велопробегаем и гуляем. Этим занимаются другие, именно спортивные велосипедисты, велоклубы. Мы привлекаем больше к городским мероприятиям, пропагандируем езду именно в городе. Но мы всегда экспертно можем поддержать любую Вашу инициативу и сказать, как же и откуда лучше доехать на велосипеде. Я еще дополню. В 2015 году мы совместно с Комитетом по образованию, Мингрессполкома, значит, придумали только акцию, как и кавель. Да, да. Вот, и она имеет место быть и сейчас, просто совместно с Комитетом по образованию разрабатываются новые маршруты, и эти маршруты перекликаются с объектами экологической направленности. Ну, то есть, чтобы они проходили по чистым... Да, в каких-то красивых местах, где можно ознакомиться с окружающей средой. Есть какие-то, даже, допустим, присутствие краснокнижников каких-то, птиц и так далее, и так далее. И информацию по этим маршрутам можно увидеть как на нашем сайте Комитета, так и на сайте Комитета по образованию. Выбрать для себя оптимальный маршрут в зависимости от расстояния больше-меньше и среди физических возможностей. Спасибо, спасибо большое. Господа, благодарим, что сегодня пришли к нам, рассказали столько много увлекательных моментов по поводу завтрашнего дня и вообще недели мобильности в целом. Есть возможность обратиться к нашим интернет-пользователям, которые смотрят нас сейчас в прямом эфире, которые будут смотреть по запросу. У них... Надо их мотивировать за полдня, перекроить все планы, чтобы они завтра пришли и полноценно поучаствовали в мероприятии. Ну, наверное, тогда начну я. И первое, это попробуйте хотя бы один раз, хотя бы один раз в году. Это имеет значение. Вы расширите зону своего комфорта и сможете показать своим друзьям о том, что вы здоровый, энергичный и продвинутый современный человек, чтобы пользоваться велосипедом. Если вам скучно это делать просто так, то проедьте по нашим точкам энергетическим, воспользуйтесь фруктами, подзарядите себя или запустите свои фотографии с хэштегом на работу на велосипеде, Минскбайк и примите участие в розыгрыше, например, вот такой вот прекрасной байки. Ага. Вот, да. То есть у нас проводится онлайн различные активности. Ну, а вечером всех ждем с фонарями, со светом на мероприятии. Будет очень здорово. И если вы это пропустите, то вы точно пожалеете. И это знаю точно по велопараду. 15 тысяч, которые приехали на велопарад, они не представляют, насколько здорово проехать по проспекту независимости. И всех призываю попробовать это. Это дает, я еще дополню, да, я просто был впечатлен тем велопробегом в прошлом году, в котором сам принимал участие. На самом деле это дает некого позитива, позитивных эмоций, какой-то энергии. И как бы ждешь следующего года, чтобы опять окунуться в эту среду и почувствовать себя, ну... Частью чего-то общего. Частью, да, чего-то общества. И на самом деле это очень здорово. Опять, пользуясь случаем, не знаю, наверное, скажу кратко, оставьте свой автомобиль дома, не тормозите, приходите. Будет весело, будет круто, будет очень здорово. И только совместными усилиями, объединившись ради будущего, мы сможем чего-то достичь и сделать нашу планету чистящей, в том числе и воздух. Спасибо большое, уважаемые интернет-пользователи, что сегодня были с нами. Надеемся, была информативная эта онлайн-конференция для вас. Анонсы следующих встреч смотрите в выпусках новостей. Благодарим, всего хорошего. До свидания. Продолжение следует...